Брешут, брешут и брешут. Это была одна сторона от Киевского моря, которая, нам кажется, которая еще не горящая, вот это же зашло в дню. А Припять по кругу тоже горит, да? Все горит. И вы не тратите гроши и не выкидайте гроши на МЧС. Это я вам покажу просто открытым текстом. Вы просто сделаете вовшую услугу кому-то. Это вы имеете в виду пожарников? Да, именно военизированную, МЧС. Но я вот именно тем, которые там сейчас работают или это бесполезно? Они не работают, вы понимаете? Я вам покажу, приедете, мы вам покажем видео, вам покажем все. Они просто колонны машин стоят, колонны стоят машин. Для картинки то, что им нужно снять, они сняли. А просто колонны машин стоят. А кто же там тушит тогда? Есть певничная пуща, лесники. А именно МЧС, это они вгрохали эту зону. У них нет руководства, они никто никого не слушает. От там, где лесники отбили, сказали им делать окоруливание, где окоруливание делать, чтобы не перекинулся в огонь. Они все это упускают и упускают в огонь дальше. Небе это специально делается. Подивиться, какие люди работают, какие люди не работают. И именно подивиться картинку действенности пожара, а не то, что там МЧС выставляет видео и рассказывает, что им не хватает. Все, тут есть все области Украины. Все. Кроме ДНР и ННР, как говорится. Все есть. Но все. Здесь нет штаба руководства, никакого. Именно военно-зированою охраной. Они не знают, что делать и как делать. Они приезжают два дня. Отбули, через два дня ротация прошла, привезли других. Два дня прошло, поехали других. Ни хто с МЧС тут сутками, месяцами не сидит. Кожні два дня у них проходить ротация, чтобы вы знали это. И они экипированы, взутки. Это все на новеньких машинах, на всем тут. Самое первое, приволокли собі вагон. Ну, таки передвижную гостинницу коло штаба поставили. И они там балдеют. А не тушат пожар. Авиация появляется только в тот момент, когда уже идет, ну, сильно поднялась. Вокруг Припят, и это не отбивает, чтобы атомно не спалить. Угу, я вас поняла. Ну, в Германии не спалить. Чернобиль-2, спаленный уже, если вы знаете, где он. Угу. Сейчас остается, самое меньшее расстояние, это 3 км до Белорусской границы, а в других местах до 6 км. И уже будет в Белоруссии вагон. А Белоруссия никак не реагирует, да? Ну, я не знаю, кто нам что скажет. Вам багато по телевизору показало. Да нет, ничего не показали. Правильно. А вам требуется картинку натурально. Як вы думаете, это уже на самом Чернобыле вагон был? Хорошо. Показали листы? Не, но оно показало, что горит вокруг, но не показало, что горит возле Припяти. Сейчас вот буквально 2 часа назад только показали, что возле Припяти горит. Горит воно с 3 числа. Ну, вот они только сегодня начали об этом говорить. Понимаете, в 15-м году сгорело одним пожаром 18 тысяч гектар. Сказали 30 гектар. 50 гектар. В среднем в риг сгорая 200-300 гектар. Кто правду скажет? Сейчас уже сколько сгорело? Сейчас? Больше 60 тысяч. Больше 60 тысяч. Ужас. Вы знаете, какая-то уява? Ну, я не могу представить, конечно. Когда зона отчужения имеет 230 тысяч, 230 тысяч гектар, вся зона отчужения с водными, с болотами, с лесами, с селами, с городами 230 тысяч, то на сегодняшний день уже 60, приблизительно 60, но уже может и больше за 60, а уже с горного. А радиация там какая-то есть от этого пожара? Конечно, есть. И она вся сюда поднимается, наверх, правильно? Ну, она сюда вверх поднимается. Чтобы вы мали себе уяву, что радиация, радиация в воздухе, ну, когда волна, то велика идет. А именно радиация показывает на сгарищах. То, что вы померяете на траве, или вы вот так ставите в воздухе, то ничего не будет. А когда на сгарищах, она показывает красиво. И когда вчера пришли машины, пришли машины из Винницкой области, и в них в кабине начали пищать дозиметры, то, как вы думаете, это не было, что они на пожаре. Это они просто переезжали через село, сгоревши. Я поняла вас. Хорошо. Я тогда утром вас набираю, сейчас я попытаюсь это все, этому дать всему огласку. И утром я приеду к вам. Брешут, брешут и брешут. Нагнали техники из всей Одессы, Новоукраинск, это, по-моему, Николаевская область, так же, где атомная санкция. Виндзя, Суме, Полтава, Винница, Черкасы, Умань, Черниг. Вся Украина, Рівне, Суме, вся Украина тут. Бат их техники настягивали, они все неробочие. Как один или два робят, эти все стоят на тралах. Запустить не могут. Для чего их сюда звозят? Для того, чтобы показать, что два бата гор на картинку? Топливо, топливо, чтобы вы могли уявить. Топливо заправщики волочат, я не знаю, десятками тонн. Это все списывается и разкрадается тут. Тогда, когда Певничную площадку организовали лесников для охраны, то они до этого не допускали. А МЧСники... Что я вам говорю? Они вздули всю зону за эти годы. Они никаких мир не принимают. А зато себе героев делают. Когда лесники пробомбили уже 10-й день в цей радіації, у нас нет ни накопителей, нет ни дозиметрів, ничего, то военные приезжают, два дня отбули, их везут в політринку, на Січ проверяют, что они не радиації не взяли. А где они радиації могут взяли, так они в пожаре не участвуют. Лучший вариант – это они подвозят воду на лесные машины. Я вас поняла. Хорошо, тогда мы будем утром. Ну, перед веездом надо ретти. Хорошо. Чтобы я знал, в якій стороні я находитесь. Хорошо, спасибо вам большое. До, до. До, до. До, до. Продолжение следует...